Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим про самые нахваленные в последнее время тональные кремы. Это те тональные кремы, те тональные основы, которые вдруг, знаете, откуда-то вот появились, их все начали очень резко хвалить, и у меня возникло к ним много вопросов, действительно ли они такие чудесные, такие восхитительные, как пишут про них в отзывах, как говорят на ютюбе, и вот они заслуживают того, чтобы вы все срывались со своих мест и бежали бегом в магазин или там в онлайн-магазин, покупали их и скорее мазались. Сегодня мы с вами будем пробовать на лице 5 популярных сейчас на ютюбе и вообще в принципе в интернете тональных средств, среди которых будут Элион, тот самый Элион, который очень активно сейчас рекламируется и в инстаграме, и на ютюбе, также это ЭНАФ коллаген, знаменитый тональный крем, который сейчас просто вообще настолько популярен, и он как-то появился вообще из ниоткуда, то есть я раньше не слышала о такой корейской компании, и у меня есть кое-какие соображения насчет этой компании, также это знаменитый Дермакол, ну, наверное, вот это сложно назвать новинкой, потому что все его в принципе знают, по крайней мере слышали про него когда-либо, ну, наверное, он пару лет назад как-то стал тоже безумно популярен на ютюбе, потому что это мега плотный, мега пигментированный тональный крем. А все эти тональные средства я уже пробовала на себе в течение целого дня, то есть я знаю, как они ведут себя конкретно на моей коже, но сегодня мы с вами каждый из них будем пробовать на моем лице, чтобы просто вы видели, как они ложатся, и параллельно я буду вам рассказывать свои мысли по поводу этих чудесных тональных основ. Давайте начнем, и первое, что мы сделаем, это удалим старый макияж с лица сейчас, все, все разрушим, ну, снимем только тональный крем, и первое, что мы будем использовать, это будет новинка от фабрики, господи, от кого это? Это от фабрики Рассвет, это новый тональный крем от бренда Елена. Помните, у меня когда-то давно был целый цикл видео про советскую еще косметику, там была знаменитая ленинградская тушь, потом был тональный крем Балет, потом косметику Елена мы с вами тестировали, и вот этот бренд выпустил новый тональный крем, который оказался со своими секретами и со своими особенностями. Итак, в чем же его особенность? Особенность в том, что он стоит 169 рублей, просто невероятная сумма, но это, конечно, со скидкой, потому что так он стоит где-то рублей, ну, типа 200. Не намного, на самом деле, дороже, но, в общем, да, очень-очень бюджетное средство. Что обещает производитель? Выписка, по-моему, с сайта Wildberries, где я его заказывала, уникальная формула крем-пудры, включает комплекс увлажняющих компонентов, которые сохраняют кожу мягкой, эластичной, обладают легкой тающей текстурой, обеспечивает стойкий макияж. Вот это, на самом деле, ни разу не правда. Скрывает мелкие недостатки кожи, придает лицу естественную свежесть и бархатистость. А это что-то вроде, знаете, такого очень-очень легкого биби-крема, вот даже сиси-крема. Он обладает, вот вся эта линейка, я заказала, по-моему, три или два из них, и они два. Почему я говорю три? Два. Я сейчас вижу второй. Они все какой-то имеют розовый цвет, вот прям откровенно розовый цвет. Я не знаю, почему, как так получилось, почему они все розовые, но, в общем, вот такой вот у них потон. Но потом, когда вы их наносите на лицо, вы понимаете, что это, в принципе, не важно, какие они там розовые, или желтые, или бежевые, или даже фиолетовые, потому что, в принципе, у него настолько минимальная пигментация, настолько минимальная какая-то кроющая способность, что это больше похоже просто на обычный увлажняющий крем, ну там вот с каким-то крошечным дополнением пигмента. Очень, знаете, такая отдушка, очень сильно похожая на что-то такое знакомое, типа как биби-крем от фабрики, от бренда Чистая линия, что ли. Вот какой-то прям очень знакомый этот аромат. Эта отдушка точно где-то еще используется вот в таких вот бюджетных средствах. В сегодняшнем ролике, конечно, не стоит ожидать каких-то, знаете, макияжей, какой-то красоты, потому что у нас с вами задача посмотреть, как выглядят сами тональные средства на лице. Ну и понятное дело, что, чтобы показать вам пять тональных кремов, придется наносить один, стирать предыдущий, и все это будет большим стрессом для кожи, так что к концу видео я уже просто буду вся красная сидеть. Кстати, между тональными средствами я буду наносить капельку крема от Etude House, которым обычно пользуюсь перед макияжем, просто чтобы лицо было увлажненное, и не наносить на сухую кожу тональное средство. Ну вот как в результате выглядит лицо вместе с Еленой. В общем-то вы видите, что никакую пигментацию не перекрывает, никакие там покраснения не перекрывает, но оно выглядит немножко так, ну как бы чуть-чуть получше. Чувствует себя, кстати, намного лучше, потому что этот крем действительно увлажняющий. И почему он называется крем-пудра? Потому что, ну он как бы слегка матирует кожу, то есть он постепенно застывает на лице и превращается в больше такой пудровый эффект. Ну скажем так, что это вот супер какое-то такое минимальное средство для тех, у кого и так кожа прекрасная, кто просто немножко хочет как-то выровнять общий тон и просто хочет что-то увлажняющее иметь в косметичке. Кстати, ну похвальное желание, я вообще люблю подобные средства, и 169 рублей, на мой взгляд, это действительно хорошая цена. Он не забивается, кстати, ни в какие морщинки, не подчеркивает шелушение, ну потому что как бы, знаете, нечем просто. Там пигментация просто настолько минимальная, что реально нечем это все подчеркивать. Я бы сказала, что неплохое приобретение, если у вас очень хорошая кожа. Если у вас кожа требует какой-то большей маскировки, смело проходите мимо, этот продукт не для вас. Дальше у нас Alien. Это российский бренд Alien, который вроде как позиционируется косметикой там с русской душой, что-то такое. Он достаточно дорогой, он стоил 691 рубль. Это со скидкой на Wildberries, я его покупала, мне кажется, рублей на 100 дороже. Я его видела у очень многих блогеров, кстати, Арина Хольда его очень сильно хвалила. Так что мы сегодня узнаем, каков он на самом деле. Ну, вообще-то я знаю, но вы, в общем, узнаете вместе с моим нанесением. Вот даже посмотрите, снимала Елену салфеткой. Вот просто, ну, смотрите, как мало получается пигментации у Елены. Прям совсем чуть-чуть. Так, наносим немножко крема и потом сверху будем наносить Alien. Итак, Alien. Вот сейчас он выглядит таким влажноватым на лице, но сейчас пройдет, ну, буквально там минута, и он зафиксируется уже в более, ну, такой, знаете, как бы, не то что пудровый, но матовый эффект. Потому что он действительно, как здесь написано, это матирующая тональная основа. То есть здесь у меня нет никаких нареканий. Мне понравилось в ней то, что она оказалась вообще-то лучше, чем я предполагала. Я думала, что, ну, на самом деле, среди вот именно российских производителей есть производители, которые делают более-менее приличные тональные средства. Но это не так часто встречается. Тем более, здесь было так много обещаний, что прямо-то сил капсэшнс. Ну, в общем, да. По поводу того, как он выглядит, когда уже зафиксировался. Он выглядит действительно похожим на вторую кожу. То есть его практически не видно на лице. Но это не избавит вас от того, что он довольно скоро у вас западет в морщинки, если они у вас достаточно выражены. То есть я бы не рекомендовала его ни в коем случае для сухой кожи. А на местах, которые такие суховатые, он вот прям заползает. Ну, по крайней мере, у меня в эти морщинки и его становится видно. Мне еще понравилось, что он достаточно стойкий. То есть он не смазывается с лица. Но по прошествии времени вот это вот начинается. Знаете, где есть морщинки, он чуть-чуть в них западает. А где есть какие-то более жирные участки, ну, там, соответственно, проступает жир. То есть он, например, не может справиться с какими-то вот жирными участками на моем носу. Хотя у меня не самый жирный нос на свете, но у меня комбинированная, нормальная-комбинированная кожа. И в течение дня, конечно, кожа здесь, здесь и здесь становится более жирной. И немножко вот этот жирный блеск проступает. Еще за что хочу его похвалить, это за то, что у него вот этот вот какой-то очень прям хороший оттенок. Это оттенок 15-й ванила. Так как я его покупала на Wildberries, там даже, в общем-то, можно не мечтать о том, чтобы, ну, знаете, как-то разобраться в цветах, какой вот именно вам подойдет. Но вот этот как-то прям неожиданно, как мне кажется, мне очень хорошо подошел. Прям я попала в тон с этим тональным средством. За что хочу его поругать? За то, что у него есть такое свойство, если вы его наносите очень близко к глазам. Помните, мы когда-то с вами говорили про, по-моему, консилер от Artvisage, что с ними такое бывает. Он как будто начинает испаряться, какая-то его составляющая, там, не знаю, может, это отдушка так делает. И вы чувствуете, что у вас как бы глаза начинают чуть-чуть раздражаться. Потом все это испарилось, и все этого ощущения нет. Но вот первые несколько секунд вы прям чувствуете такой небольшой дискомфорт в глазах. Видимо, это вот, я не знаю, отдушки какие-то так влияют, непонятно, что это. Так, ну вот он у нас более-менее уже зафиксировался на коже. Пока он еще чуть-чуть липкий, но он через какое-то время вообще подсохнет и станет прям вот, прям таким матирующим. В принципе, неплохой тональный крем, но я бы сказала, что он не такой уж дешевый. Потому что, ну, все-таки даже со скидкой он стоит почти 700 рублей. Без скидки он стоит дороже. Дальше у нас с вами будет Enough Collagen. Тот самый, про который снято так много роликов на YouTube. Это корейское тональное средство, которое выпускается в каком-то гигантском просто объеме. Здесь 100 миллилитров. Кстати говоря, давайте немножко смухлюем и нанесем вот эти вот два вместе на лицо. Я знаю, это знаю, ну, такой, как бы немножко такой короткий путь в этом видео. Но дело в том, что это один и тот же производитель, и, в принципе, в них не так много различий. Вот эта тональная основа, она заявлена как увлажняющая. Ну, типа, как в составе есть коллаген. А вот эта тональная основа, она увлажняющая, плюс еще, ну, такая более антивозрастная, потому что в составе есть муцин улитки. Поэтому она называется Gold Snail. Здесь SPF 30, как написано, а здесь SPF 15. То есть, ну, вот здесь вот, конечно, поменьше, но вот эта все равно, она более популярная. Ну, вот, в принципе, это практически уже финальный вид. Я бы, конечно, еще вот здесь вот зафиксировала пудрой его и вот здесь вот на лбу. Но вот так вот выглядит Элиан на лице. В общем-то, хорошо выглядит. Очень даже неплохой тональный крем. У меня, кстати, с этим тональным кремом возникла такая незадача. Один из них, вот этот оригинальный, я заказала в 13-м оттенке, потому что на тот момент только он был в наличии. И вот этот, который Gold Snail, я заказала в 21-м оттенке. Обычно я покупаю именно его, ну, из всей корейской косметики. Здесь, ну, как всегда, знаете, вот с корейскими средствами все очень сложно по оттеночному ряду. Я вам советую всегда брать самый светлый оттенок, если вы покупаете какое-то корейское средство, потому что, как бы вам ни казалось на каких-то там фотографиях именно вот от производителя, как выглядят эти оттенки, если вы выберете 23-й, 23-й это всегда прям темный, прям такой желтый с немножко землистым подтоном. Поэтому, если у вас кожа светлая, советую вам все-таки брать 21-й оттенок, и, скорее всего, он вам подойдет лучше остальных. Так, на этой стороне у нас будет вот этот, и на этой стороне у нас будет Gold Snail. Оба этих тональных крема, это тоже тот случай, когда тональная основа должна усесться на коже, и она еще должна подстроиться под ваш тон кожи, потому что, когда вы наносите вот этот вот оттенок 21-й, вас ждет поначалу небольшой шок. Ну, вы видели, наверное, насколько казался этот оттенок темным на моей коже, но потом, когда вы его начинаете растушевывать, он постепенно-постепенно как бы подстраивается под цветы, и уже не выглядит настолько темным. В принципе, такая же проблема есть со знаменитыми BB-кремами от Holika Holika, про которые у меня даже было отдельное видео, которое я советую все время. То есть, вы, когда их выдавливаете на руку, вам кажется, что это вообще никак не может работать на вас, потому что они очень темные. Когда вы их наносите, потом они начинают уже как-то подстраиваться, и выглядят хорошо. В результате про два этих тональных крема хочу сказать, что они действительно очень неплохие, они действительно увлажняющие, и они хорошо смотрятся на коже. Но первое, это то, что они не обладают такой степенью покрытия, как, в общем-то, заявляется на разных сайтах. Про них, ну, на тех, где продают эти тональные кремы, потому что там обычно написано, что прям очень классное покрытие, которое прикрывает все недостатки. На самом деле, очень среднее покрытие у них. Ну, как бы это такие, знаете, как вот BB-кремы увлажняющие. Я думаю, что здесь основное их преимущество в том, что они просто в огромном объеме, и за этот объем это получается очень щадящая цена. То есть, один из них стоит, вот этот с коллагеном, 510 рублей, другой стоит 460 рублей. Ну, как бы за 100 миллилитров это прям вообще супер классно, потому что холика-холика, она стоит 500 рублей за 30 миллилитров. То есть, разница очевидна. Я зашла на сайт этого производителя, и вы знаете, интересно, что он есть как в американской версии, так и в русской версии. То есть, такое впечатление, что либо этот бренд, в принципе, предназначен для экспортного производства, ну, например, там в Корее он вообще не продается, предназначен там на экспорт, либо, может быть, это ничего не значило, и это такой, знаете, бренд, ну, типа, как косметика из супермаркета в Корее. Если вы живете в Корее, то, пожалуйста, напишите, знаете ли вы, продается ли у вас этот бренд. Единственное, кому я не советую его пробовать, это тем, у кого жирная кожа. Вам он, скорее всего, не понравится, потому что в течение дня он немножко начинает подтекать на тех местах, которые у вас прям жирные. То есть, там видно, как проявляется вот этот жирный блеск, и как, ну, видно, как бы его разрозненность, что ли, становится. Он немножко так сползает, и вот видно там, тут жиринка, а тут кусочек тонального крема. Вот какая-то такая вещь. Для тех, у кого сухая кожа, для тех, у кого кожа нормальная, прям вообще шикарно. И я думаю, что он очень сильно понравится женщинам, у которых есть возрастные признаки возрастных изменений на коже, потому что тоже он им подойдет, он будет хорошо кожу увлажнять. И еще один момент. Не бойтесь, когда вы увидите, что он у вас на лице конкретно коричневый, и не заказывайте 23 цвет, потому что 23 очень-очень темный. И самое последнее, что мы сегодня будем использовать, это Дермакол. Дермакол самый знаменитый, вот этот вот, который типа как был создан для съемок кино. Это мега пигментированный тональный крем, очень-очень плотный, и его вы даже видели на мне в одном из видео. И там было очень много комментариев вообще-то по этому поводу, и сейчас вам расскажу, каких. Дермакол это чешский тональный крем, ну вообще это чешский бренд, и тональный крем, он продается вот в такой вот алюминиевой тубе. По текстуре он не жидкий, то есть он вот такой вот, знаете, как взбитый мусс какой-то. И его нужно наносить немножко, вот прям совсем чуть-чуть, потому что он настолько пигментированный, что если вы нанесете много, вам будет сложно его как-то растушевывать. растушевывать, ну и текстура здесь, знаете, такая как бы, такая вот какая-то, сложно будет потом с ним справиться. У меня здесь уже все спонжи измазаны, уже знаете, ищу просто неизмазанную сторонку у каждого спонжа, чтобы не смешивать тональные средства. Но вот так вот выглядит Дермакол на лице, и его, конечно, нужно еще фиксировать сверху пудрой, потому что он не застывает вот прям в какой-то матовый финиш, он вот примерно таким каким-то полусияющим и остается. Честно говоря, это, ну это средство как бы профессиональное, больше что ли, вот для какого-то очень случая, не знаю, там вы выступаете на сцене, вы, что-то еще какие-то у вас представления, когда вам нужно полностью замазать вообще все лицо, потому что он, конечно, он действительно очень пигментированный, и он очень сильно ощущается на коже, то есть вы чувствуете, что у вас прям, знаете, как слой пластилина, нанесенный на лицо, и это некомфортно. Я вообще ненавижу это ощущение, я сейчас страдаю. У меня, конечно, здесь еще было небольшое непопадание с оттенком, потому что он, очевидно, для меня слишком светлый, но самое плохое в этом тональном средстве это то, что его очень сильно видно на лице, и даже если вы его немножко нанесете, он достаточно сложно растушевывается, и потом еще, спустя какое-то время, он у вас начнет очень сильно подчеркивать шелушение, потому что там настолько много пигмента, вот знаете, вот в Елене его как бы нет вообще этого пигмента, поэтому там ничего не может вам подчеркивать шелушение, куда-то вот забиваться, а здесь из-за того, что он очень пигментированный, он прям будет туда во все морщины стремиться, во все вот эти вот какие-то сухие места там залипать, и все это только подчеркивать, но это очень своеобразная вещь, я думаю, что наверняка есть люди, которые пользуются им там многие годы и с удовольствием, есть вот любители, да, такого плотного-плотного тонального крема, но если у вас даже, например, есть какие-то недостатки на лице, я вам все-таки советую использовать более легкие версии, а конкретно недостатки точечно маскировать консилерами, плотными, неплотными, это вот как вам больше нравится, ну, разумеется, это не всегда возможно, потому что могут быть на лице какие-то ожоги, например, что-то еще, для чего все-таки приходится использовать, вот прям такие плотные тональные основы, ну, я не знаю, вот это только для каких-то чрезвычайных прямо случаев, потому что, ну, в реальной жизни это выглядит довольно нелепо, как мне кажется, то есть это реально выглядит супер странно, вот с таким вот лицом ходить, так что из всех тональных средств, вот это для выступлений, для особых случаев, для чего-то такого, кстати, он еще смазывается с лица, то есть если вы будете трогать лицо, то он у вас может смазаться, вот это вот очень неплохой вариант для сухой кожи и для кожи возрастной, для жирной, скорее всего, не подойдет, здесь еще очень хорошая цена за такой объем, для кожи, у которой все прекрасно, которой ничего не нужно, просто вам зачем-то нужен еще тональный крем за 169 рублей, и вот это больше подойдет для кожи, ну, в принципе, практически для любой, но, наверное, вот для сухой будет, будет, наверное, не очень, ну, как-то так, да, вот такие вот тональные средства на сегодня, самые расхваленные, самые замечательные, кстати говоря, у Дермакол есть вот такое вот тональное средство, которое я просто обожаю, и вот оно идеально подходит на каждый день, я про него рассказывала в одном из видео, я оставлю ссылку внизу в инфобоксе, если вы до сих пор не подписались на мой канал, то обязательно подпишитесь на него, почему вы не подписались, подпишитесь, подпишитесь, вот здесь вот кнопочка, и желаю вам, чтобы сегодня у вас было замечательное настроение, идеальный макияж, и чтобы никому не было видно, что у вас на лице есть тональный крем, а может у вас его и нет на лице, ну, в общем, спасибо вам за просмотр, и до скорых встреч на моем канале, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok